В минувшее воскресенье Россия дружно отмечала прямо в день русского языка и 222-ю годовщину того, кого считают родителем современного литературного русского языка. А так как мы воскресенье эфира не имеем, то расскажем об этом сегодня, потому как ежедневно, складывая в предложение в основном литературные слова, мы чтим нашего, можно сказать, работоподателя не только в день его рождения. Не так, что когда наступает день рождения Пушкина, то значит начинает рассказывать, а когда следующий день наступает, то уже забывает и не вспоминает его. Я не то что стараюсь, у меня просто по жизни получается так, что в год где-то раз удается перечитывать капитанскую дочку Дубровского, Полтаву, по вести Белкина, потому что это доставляет огромную радость, огромное утешение, лично мне. В этот день под стенами покаянного храма на крови Пушкинский фестиваль прошел под девизом «Он победил и время, и пространство». Стихи Пушкина декламировали уважаемые земляки. Милость к падшим призывающая Татьяна Мерзлякова и почти что дядька Черномор Николай Карполь и соловей-биатлонист Антон Шипулин и другие хорошие люди говорили хорошие слова об Александре Сергеевиче. Именно он, абсолютно владея, как все дворянские дети, двумя языками, французским и русским, отдал свое предпочтение русскому языку. За всех франкофонов, включая Дантеса, ответил консул Франции в Екатеринбурге, продемонстрировавший, как звучали бы цыгане, выбери Пушкин французскую мову. Замфира, « Vieux jaloux, méchant jaloux, coupe-moi, brûle-moi, je suis ferme. Je n'ai peur ni du couteau ni du feu. Je te hei, je te mépareis. Je n'aime un autre, je mœur en l'aimant. Allez, quoi? Fini, ce chant me fatigue. Je n'aime pas ces chansons sauvages. Cela ne te plaît pas, que m'importe. Je chante la chanson pour moi». Весьма философскую вещицу, написанную юным Пушкиным изначально даже с использованием не самых цензурных выражений, но позже поправленную по его просьбе старшими товарищами, прочитал глава Екатеринбургской митрополии. Из ранних произведений, что очень понравилось, называется «Телега жизни». Кому больше пятнадцати, тот поймет. Хоть тяжело подчас в ней бремя, телега на ходу легка. Емщик лихой, седое время, везет, не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать и, прозирая лень и негу, Кричим «Пошел!» Но в полдень нету что и отваги. Порастрясло у нас, нам страшней, и косогоры, и овраги. Кричим «Полегче, дуралей!» Катит по-прежнему телега. Под вечер мы привыкли к ней, и дремля едем до ночлега. Время гонит лошадей.